Гарантин по птичьему гриппу выделен сегодня уже в 4-м районе Тюменской области. В Аббатском, в деревне Лихачёвой, там перекрыты все дороги, выставлены контрольно-пропускные посты. В зоне риска деревни Какуй, Узлова и Бокова, там проведут учёт поголовья домашней птицы. Похожая ситуация в Казанском районе и Бердюжском, в деревне Гагариной. Вирус птичьего гриппа здесь обнаружили накануне. Транспорт, который выходит из населённого пункта, осматривают сотрудники госавтоинспекции. Запрещен перевоз птиц и любой продукции из неё, а также вывоз кормов и оборудования. Муниципалитет стал вторым в Тюменской области, где произошла вспышка птичьего гриппа. Первый случай зарегистрирован в Сладковском районе. Итак, что касается жителей районов, где сейчас карантин, то некоторые не верят в опасность птичьего гриппа для человека. Есть те, кто стал уничтожать птицу самостоятельно, чтобы её не изъяли в ходе противоэпидемических мероприятий. Тем временем в магазинах Бердюжского и Шимского районов наблюдает растущий спрос на морозильные камеры, отмечает наш корреспондент Ольга Меньшутина. Она сейчас готовит материал на эту тему. Подробности в следующих выпусках, а сейчас о последствиях, которые может принести птичий грипп, расскажет главный внештатный специалист по инфекционным болезням областного департамента здравоохранения. В 2005 году последний случай птичьего гриппа у нас был зарегистрирован на территории региона. И тогда говорили, что этот вирус для человека не опасен. Что же случилось сейчас? Вирус опасен тем, что он может очень сильно мутировать. По данным наших коллег-ученых, мы можем заражаться от человека к человеку этим птичьим гриппом. А он-то сам человек как может заразиться? Человек прежде всего заражается от птиц. Это могут быть птицы домашние или птицы дикие. Может заразиться человек при общении с этими птицами, при их разделке, так скажем. При употреблении продукции птицеводства. На что человеку нужно прежде всего обратить внимание? Отказаться вообще от мяса птиц? Конечно, отказываться от мяса птиц не нужно, но мясо птиц должно проводить обязательно термическую правильную обработку. Конечно, не рекомендуется употреблять вот уже как ту птицу, которая вы знаете, что она действительно больная от птичьей гриппом. А все остальное вы можете употреблять, но только после термической обработки. То же самое касается яиц. То есть ни в коем случае нельзя употреблять яйца типа в смятку, яйца в смятку или глазунья с жидким желтком. Более подробно об этом вирусе птичьего гриппа. Что он у себя представляет? Как человек болеет? Насколько он опасен для человека? Вирус очень опасен для человека, потому что по данным литературы смертность от этого птичьего гриппа составляет от 60 до 80%. Поражаются прежде всего это легкие в виде пневмонии. Потом на втором месте поражение это идет печень, почки и могут поражаться центральная нервная система в виде энцефалитов. Основной путь заражения это от инфицированной больной птицы. Лечится птичий грипп? Если вовремя обратиться, если у вас нет хронических заболеваний, если у вас нет никакого иммунодефицитного состояния, и даже в этом случае его очень тяжело вылечить, потому что он крайне нечувствительен ко всем практически противовирусным препаратам. И конечно же самое главное это профилактика, это вакцинация. Продолжение следует...